Друзья, всем ассалам алейкум. Как вы уже узнали из нашего официального заявления, мы не идем на перевыборы. Сейчас отвечу почему. Причин очень много. Ну, во-первых, мы победили на выборах БГК чисто и без нарушений. Мы провели просто колоссальную работу. Хотя для нас это было впервые, я считаю, мы подняли планку самого предвыборного процесса в целом. Показали, что значит молодежь. Показали креативный подход к выборам. И показали всем политикам старой формации, что значит настоящая партия от народа. И то, что наш народ в большинстве своем изменился и уже не ведется на обман и пару копеек. Но политическая ситуация, к сожалению, как мы увидели, осталась прежней. Все эти интриги и подковерные игры довели до аннулирования итогов выборов. Конечно же, многие могут принять это за слабость и сказать, что нужно идти обратно на выборы. Мы бесспорно верим в нашего избирателя и верим в то, что если бы мы еще раз пошли на выборы, то выиграли бы с еще большим результатом. Однако мы не матерые политики и нами не движет жажда власти. Этим шагом мы еще раз хотим доказать всем, что молодежь мыслит по-другому. Мы не собираемся играть в их игры. Нам никто не управляет, мы сами вольны принимать решения. Это ни в коем случае не шаг назад. Все это дало нам еще больше мотивации, мы набрались опыта, мы выросли в какой-то мере, учли ошибки и теперь готовы работать. А перевыборы опять потребуют финансовых ресурсов, как когда мы и в прошлый раз справились кое-как. Опять эта информационная война, опять пустые разговоры и ноль реальных дел. Нам это не нужно. Тем более, когда в стране и так столько проблем, еще и мы со своими выборами. От нас требуется помощь, помощь народу и государству, и мы будем действовать. В случае подведения итогов, конечно же, у нас уже был готовый план действий. Мы подготовили в рамках своей компетенции массу инициатив, такие как создание комиссии по незаконным действиям горкинейшей и медии, касаемо незаконно распроданных земельных участков, незаконного вывода из баланса государства, муниципальных зданий и передачи их в частные руки. Мы хотели создать комиссию по безопасному городу, в рамках которой мы бы инициировали проверку всех камер в городе. Постарались бы добиться уменьшения штрафов, ссылаясь на реальный заработок горожан. Мы также хотели сократить финансовые дотации регионов и перенаправить их в Баткинскую область, потому что мы сами своими глазами увидели, что там очень тяжелая ситуация. Ну и много подобных инициатив. Откровенно говоря, нас побаивались, и может это даже в определенной степени сыграло свою роль. Но мы решили, что не пойдем на перевыборы, и это решение, надеюсь, вами будет встречено с пониманием. Мы хотим работать, и мы в самое ближайшее время покажем результаты. У нас очень много проектов, которые мы из-за выборов забросили, но их реализация была на финишной прямой. Наша команда как никогда вместе. Мы от всей души благодарим за поддержку и обещаем, что наше время еще придет. А в этих политических играх мы участвовать не будем. Мы отдали партию наш народ их владельцам, так как у них, наверное, есть свои амбиции, желаем им удачи, но с этого момента мы к данной партии никакого отношения не имеем. Спасибо, что поддержали нас. Многие знают, как мы искали партию, чтобы выдвинуться в БГК. Все говорили нам о деньгах, просили места для своих родственников, ну и так далее. И в конце концов мы остановились на партии наш народ, потому что никаких условий не было, за что им огромное спасибо. Но теперь мы будем работать и развиваться в рамках нашего объединения ЦИМ. Молодежь Кыргызстана устремлена в будущее, и мы обязательно добьемся всех поставленных целей. Наши избиратели – вы самые лучшие. Мы вас ценим и не хотим, чтобы ваши надежды были пустыми. Именно это побудило нас отказаться от всех этих перевыборов и политического фарса. Мы далеки от этого. Патриотизм является основной движущей силой нашей команды, и мы не сойдем с этого пути. Ассаламу алейкум.